Друзья, всем привет! И сейчас поговорим снова про Курск, тем более есть про что поговорить. Впервые Украина озвучила захваченную российскую территорию, которую мы сейчас контролируем. Сырский вчера сказал о тысяче квадратных километров, что существенно больше предыдущих оценок, порядка 300-400 квадратных километров. Но Сырский уже говорит о тысяче квадратных километров. Американские сенаторы говорят, блестящая красивая операция, наделите Путину задницу. Глава СДПГ, это правящая сейчас в Германии партия, говорит о том, что Украина может использовать оружие, как хочет. И все это крайне расстраивает российскую пропаганду, которую тоже вам покажу. Ну и немножко о стратегическом значении. Почему важна Суджа, почему важен этот регион. Не забудьте подписаться на канал, с вас вы знаете. Подписка обязательно. Если вдруг не подписаны, проверьте прямо сейчас. Спасибо. Лайк, жмите это, палец вверх кнопка. Нажали, легко. И комментируйте, что я вам сейчас расскажу. Это тоже помогает продвижению видео. Ну и мне интересны ваши мысли. Итак, продолжается история с Курском. У нас неделя, собственно говоря, как с начала операции. И вот впервые вчера вышла, Украина официально признала, ну так было понятно, что мы ее проводим. Но официальные власти это не комментировали. Вчера главком ЗСУ Сырский сказал, что операция развивается и Украина контролирует тысячу квадратных километров. Это очень много. Посмотрите. Продолжим проведение наступальной операции на территории Курской области. На данный час перед нашим контролем находятся близко тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. В Украине иск выполнен поставленные задания. Бои идут практически по всему фронту. Ситуация находится перед нашим контролем. Это действительно такой серьезный шмат, что называется, Курской области. Тысяча квадратных километров о ней говорит Сырский. Дальше, друзья, вчера в Киев приехали американские сенаторы Грэм и Блюменталь, демократ и республиканец. И сказали о том, что блестящая операция. Хочу, чтобы вы послушали Линдсей Грэма. Что еще важно, он близок к Дональду Трампу, возможному победителю выборов США. Послушайте, что он говорит. Что я думаю о Курской области? Более, благородное, красивое. Держите себя. Бутин начинал это. Кикал его. Более того, что к администрации. Я уважаю вашу поддержку. Дайте эти люди бороться. Дайте им оружие, которые нужны, чтобы победить войну, которые не могут уничтожить. Когда это касается F-16, это слишком слишком долго. Они здесь. Давайте используем их. Давайте тренировать полиции. В общем, надерите Путину задницу. Вот что он говорит. Хороший текст. Нам этот текст нравится. Российской пропаганде, как вы видите, этот текст совсем не нравится. И грустный Попов рассказывает. Где-то там подполковник Скобеева, видимо, в депрессии. Поэтому вытащили ее каблука Попова. И он с грустным абсолютно хлебалом рассказывает о том, что, значит, вот в Европе, да, некоторые, значит, прямо напуганы. Но, к сожалению, мол, далеко не все. Посмотрите. Более того, атака на Курскую область вызывает тошноту у многих европейских лидеров, так как теперь военная техника западных стран используется на территории России. Правда, тошнит на Западе далеко не всех. Представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпендер в ответ на вопрос о возможности применения американского оружия на границах с Умской областью дал понять, что Вашингтон разрешает удары по всей приграничной территории России. В том числе с помощью натовских танков. В Пентагоне и Бундесфере уже отреагировали. Отреагировали. Немецкая и американская техника переданы Украине. Украинцы могут использовать ее там, откуда готовится нападение на их территорию. Сложно. Да, вот совсем не все. Глава правящей в Германии партии СДПГ говорит о том, что да, используют немецкое оружие, да, все нормально. Послушайте его. Немецкие бронетранспортеры Мардер участвуют в нападении на Россию. Это оружие украинцев, но ведь его поставила Германия. И получается, что канцлер Шольц дал зеленый свет на их применение на российской территории. О каких-либо ограничениях на использование немецкого оружия мне неизвестно. То, что сейчас происходит, это часть войны. Кто-то скажет, что это перебор. Но мы лишь хотим мира. Мы совершенно сознательно заявляем, что Украина должна быть в состоянии себя защитить. И это происходит при помощи немецкого оружия. Мы крупнейший в Европе поставщик оружия на Украину. И мы должны и дальше идти по этому пути. Майкл Карпентер, директор по Европе в Совете национальной безопасности США, с этим мой хороший товарищ, говорит о том, что Украина может использовать в приграничной территории вообще как хочет. А мы хотим, чтобы мы могли и дальше использовать. Но пока в приграничной территории используйте как считаете нужным. Это хорошие слова. Ну и еще послушайте генерала Бена Ходжеса. Его же тоже показывает российская пропаганда, который говорит, все супер, все отлично, наконец-то Украине развязали руки. Я счастлив, что США не останавливают Украину в том, что она делает. Я не слышал никаких публичных заявлений о том, что Украина не должна этого делать. Конечно, Украина имеет право защищать себя. Я рад, что не было никакого сообщения по типу, будьте осторожны. И вряд ли Путин продолжит эскалацию, применив ядерное оружие. Мы слишком долго сдерживали себя. То есть вы хотите сказать, что красных линий нет? Я надеюсь. Теперь давайте несколько слов о том, ну и все это, как вы понимаете, у них вызывает большую... Кстати, еще один российский пропагандист, такой у них Сергей Марков. Так тот в комментарии западным СМИ сказал, что, ну так по его оценкам, может до года занятию России выбить Украину с этой тысячи квадратных километров. Представьте, за неделю потеряли, теперь до года выбивать. Ну а как Россия выбивает, мы знаем. Это просто кабами все закидывать, уничтожать. То есть российские кабы будут уничтожать российские поселки и деревни на российской же территории. Да и с российскими же жителями. Интересная, конечно, у них метод ведения войны. Но уж явно Путину это радости не вызывает. Новости из лагеря врага. Вроде как Путин назначил координатором российских силовиков всех власти, ну в общем, типа главным по ситуации в Курской области Дюмина. Теперь это его помощник. Недавно еще был губернатором Тульской области. Генерал-полковник, был заместителем командующего ГРУ, командовал силами специальных операций. Активно участвовал в аннексии Крыма. В общем, там у российских военкоров это вызывает, мол, радость. В общем, мол, все серьезно. Путин туда отправляет, значит, серьезного человека. Ну посмотрим, как этот серьезный человек справится. Будем следить за развитием событий. Ну и теперь несколько слов. Давайте все-таки, я думаю, не все это понимают. Много говорят о Курске, видео, мы сейчас их обсудили. Да все-таки почему, какие еще тут стратегическое значение имеет Курск? Почему та же Суджа, например, реально важна. Вот посмотрите на эту карту. Она о многом говорит. Это железные дороги. Итак, одна большая ветвь железных дорог напрямую проходит через Львов и Суджу. Там наших уже видели на окрестностях. Ну, думаю, скорее всего, все-таки ДРГ. Вот такое видео из-под Львова появлялось. Посмотрите. Надеюсь, это видео мама не увидит. Я маме обещал, что я недалеко. Слава Украине! Ну и Суджа уже под украинским контролем. Так вот, как вы видите, мы таким образом перерезали одну железнодорожную линию, очень серьезную и важную для снабжения российских войск, которые в том числе воюют в нашей Харьковской области. И мы приблизились ко второй. Видите, линия Курск-Белгород, очень важная линия. Мы тоже к ней приблизились. Более того, появляется возможность там или ДРГ, или обстрелами пытаться как-то туда дотянуться. Поэтому Суджа – это очень важный транспортный узел, транспортный хаб. И не зря Суджа стала первой такой важной целью, которой удалось достичь. Ну, понятно, Курская атомная станция – это тоже такой для них серьезный вызов. Потому что Курская атомная станция – это главный источник электроэнергии для этого федерального округа и частично даже для Москвы. Просто, чтобы вы понимали. Ну, и третье важное значение этого или части, этой территории – то, что мы существенно приблизились к российским авиационным базам возле Липецка, например, Халина и другие, возле Курска, с которых кошмарят Украину, с которых взлетают самолеты, которые нас бомбят, в том числе Кабы и все остальное. Теперь у нас появляется намного больше возможности дотянуться до этих баз, ну, а им пользоваться ими становится намного сложнее. Как вы видите, это имеет не только политическое значение, но и прямое стратегическое значение. И поэтому Украина там окапывается. То есть уже есть доказательства того, что, знаете, это не то, что это совсем не рейды. Туда завозится тяжелая строительная техника, и активно украинские войска окапываются там, для того, чтобы сохранить контроль за этой территорией столько, сколько это будет возможно. Вот такие новости по нашей операции под Курском. Ну, что могу сказать? Слава сбройным силам Украины! Вчера действительно было годовщина того, как утонула российская подводная лодка «Курск». Ну, уже утонула и окончательно уже, значит, там все на ней погибли. Ну, вот, конечно, это все символично. Тогда это был первый путинский позор. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы этот Курск стал его последним позором. Не знаю, так ли это будет, но действительно символично. А мы, друзья, с вами держим строй. Не забудьте подписаться, жмите кнопку лайк, комментируйте.